Первый трездец, он был в 91-м году, в 91-м, в 92-м году. Был первый трездец на территории СНГ, и я туда попал в качестве кандидата. То есть это было очень давно, больше 30 лет уже. Я хочу сказать, что все эти 200 человек, которые попали кандидатами на трездец, на третий день они были крещены Святым Духом. Вам это о чем-то говорит? Ну то есть это очень серьезное мероприятие, ну в том числе и я был крещен Святым Духом. Вот, и я бы хотел вас тоже этим самым промотивировать, что это реально три дня с Богом, и просто люди там, которые еще вчера не знали Бога, а на третий день они просто становятся Его друзьями, потому что, так и написано, Иисус Христос, Он пришел в качестве друга для своих учеников. Моя тема сегодня, она к Евхаристии, к трапезе Господней. Мы с пастором Романом не договаривались, но она очень близка к его теме, так получилось. Я вижу, что мы двигаемся в одном духе. И короткое слово, которое я хотел перед трапезой дать, написано в Евангелии от Матфея, в 25 главе, с 19 стиха. Вы все это место помните. Здесь написано так. По долгом времени приходит господин Рабов Тихо и требует у них отчеты. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, давайте запомним сегодня вот эти слова. Добрый и верный раб. Два качества называет Иисус Христос. Добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, и повторяются слова. Добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и, получивший один талант, сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». Ну, знаете, да, таких людей в церкви, которые всегда чем-то недовольны, начиная с Бога. «Бог, ты позволил, что моя мама умерла в 90 лет, а я хотел, чтобы она жила до тысячи, а ты даже до ста не дал дожить. И вот ты такой жестокий, и ты собираешь там, где не рассыпал, и убоявшись, пошел и скрыл свой талант в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый, раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало себе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получал бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющим десять талантов». И вот здесь, вы знаете, я хотел сегодня подчеркнуть такую мысль о том, что Иисус Христос два раза повторяет, о том, что, что ему понравилось, о том, что первый раб, он получил пять талантов, и потом, когда пришло время отдать отчет перед Господом, он сказал, вот пять талантов, которые ты мне дал, в другом Евангелии написано, вот там пять городов, и потом Бог поставил его над десятью городами в Царстве Небесном. Об этом я говорил в последней проповеди. и второй раз повторяет, опять же, хорошо, добрый и верный раб. И, знаете, я начал размышлять над этими двумя качествами, добрый и верный раб. И мне такие интересные мысли пришли, то есть я это нигде не прочитал, о том, что добрый, ну, как бы это понятно, да, добрый, ну, значит, добрый, хороший, такой доброчестивый, добролюбивый, добропорядочный, который делает много доброго, вот. Ну, я хочу сказать о том, что понятно, что в Церковь люди не приходят, ну, так, в Церкви трудно найти откровенно злого человека, ну, там, который только и думает о том, кому бы там зло причинить, и кого бы там, вот, там что-то такое сделать ему плохое. Ну, в основном люди в Церкви хорошие и добрые, вот. И я хочу сказать, что в этом мире мы тоже можем встретить добрых людей. Ну, их так, ну, просто они есть в мире. Иногда вот там, когда мы проводим семейные семинары, мы приводим пример о том, что, вы знаете, мы как, так, консультанты с супругой, да, мы видели также и хорошие светские семьи, которые живут там годами, десятилетиями там вместе, по 50 лет живут там и больше, празднуют там золотые свадьбы, жемчужные свадьбы, алмазные и так далее. И живут нормально, душа в душу, спокойно. Вот, и просто иногда и христианам есть чему поучиться у мирян, потому что они живут долго и верны друг другу. Ну, не скажу там, что там прямо так уж. Ну, видимо, по крайней мере верны. Ну, то есть делает вид, что верны, да. Вот, а тут вот как бы такой момент о том, что в церковь приходит, даже я видел таких людей, я с ней был близко знаком, о том, что, ну, мы работали, да, с криминальными лицами. Недавно ушел на небо, ну, я точно уверен в этом, там, Юрий Морозов, ну, это бывший криминальный авторитет с тяжелой героиновой зависимостью. То есть по одному грамму три раза в день героина, я думаю, что это максимальная дозировка, от которой реально обычный человек, вот если ему ввести три грамма, он умрет от передозировки. А тут вот так вот, ну, просто вот долгое время человек кололся, вел криминальный, ну, такой вот элемент такой жизни, вот, и был в авторитете, и потом в тюрьме он уже обратился ко Христу, потому что было кому ездить. Я помню даже пастырей, которые ездили туда и проповедовали, и вот он уверовал, и потом через какое-то время сам стал пастырем огромного центра реабилитации для наркозависимых. И вот он недавно ушел. Он был откровенно злым человеком, он убивал людей, понимаете, ну, то есть он воровал, он крал, вот, у него злому были такие кражи. Ну, в церкви это стал совершенно абсолютно другой человек, то есть он уверовал и стал пастырем, и стал добропорядочным таким членом церкви, да? Ну, вот я сегодня о другом качестве. В церкви мы в основном добрые. Ну, вот, если говорить о верности, вот здесь уже немножко все сложнее, потому что спроси у себя сегодня, а верен ли я Господу моему Иисусу Христу? И вот здесь, конечно, очень много вопросов возникает, начиная с меня, в том плане, что я у себя иногда спрашиваю, вот здесь я верно поступил Господу, так бы Иисус поступил бы на моем месте? Ну, вот я спросил у Святого Духа или не спросил, да? Недавно мы сбрасывали на церковный чат, как один молодой человек, сын пастыря, который был, ну, духовным человеком, вот, от непослушания, то есть он пошел, когда Бог ему не говорил, и упал с пятого этажа и разбился насмерть. Но пастыря молились за него, весь мир, в том числе наша церковь молилась за него, и он воскрес из мертвых. И Бог ему дал еще один шанс, хотя его мозг умер. Возникло научное такое название декортикация головного мозга, то есть мозг был превращен в кашу, он залетел с пятого этажа и упал на бетон, понимаете? Там разбил себе много костей, распотрошил себе внутренние органы, бедренную кость, ребра проткнули диафрагму, и верхние органы, они просто как были наполнены органами брюшной полости, легкие начали передавливаться, и потом, когда его немножко откачали, ну, то есть дефибрилляцию сердца проводили, запустили сердце. А потом, когда я в реанимацию поступил, в больницу уже поступил, через диафрагму внутренние органы влезли вверх на диафрагму, и начали передавливать все легкие, и он опять скончался. И потом опять его реанимировали долго, и за этот период его мозги, которые были превращены в кашу, они опять перестали функционировать, и больше часа он уже находился в морге. И потом за него молились, за его воскрешение, в том числе и мы молились, наша церковь молилась, потом он провалился в кому, потом я давал инструкцию о том, как выводить из комы, через какое-то время он вернулся из комы, и через какое-то время опять церковь молилась, и его мозги, которые были в кашу превращены на снимки, показали, что у него появились извилины, то есть Бог дал ему новый мозг. Вы можете такое представить? И он через какое-то время очнулся, и сейчас это абсолютно нормальный человек, который в ближайшее время приедет, в том числе и в нашу церковь, мы в этой вере, мы их пригласили в Турцию, а в Турцию приедут, каждый из вас может, кто поедет в Турцию, можете с ним лично познакомиться. Вот про эту верность я хотел бы сегодня сказать о том, что, ну, что вообще значит быть верным Иисусу. Вы, наверное, помните о том, что Иисус Христос, это в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 3 стихе написано о том, что он говорит о том, что овцы знают голос пастыря своего. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. В 3 стихе написано, овцы пастыря, они послушны голосу его, они слушают, что говорит пастырь, понимаете? Или Иисус Христос восклицает в одном месте, говорит, вот вы называете меня учитель, учитель или Господь, и не делайте того, что я вам говорю. Это говорит о том, что просто кто вы, кто я для вас, учитель или Господь или пастырь, ну, если не делайте, то, значит, я для вас и не пастырь, или не слушайте. И еще в одном месте написано о том, что Иисус Христос опять же говорит, и опять же в том же самом Евангелии от Иоанна, там чуть попозже он говорит, что тот, кто любит меня, тот исполняет заповеди мои. Аминь или не аминь? Эти слова говорит Иисус Христос, наш Господь. О том, что если ты говоришь, что ты Бога любишь, а заповеди его не исполняешь, то это не есть любовь, это просто есть лицемерие, это есть ложь. Поэтому вот здесь и написано чуть-чуть ниже, Иисус Христос говорит другому рабу, который закопал свой талант, он говорит, лукавый раб и ленивый. Лукавый – это что значит? Ну, хитрый, ну, такой. В церкви он один, в мире он совершенно другой. Ну, то есть лицемер преображается о том, что вот я такой хороший, добрый человек в церкви, и абсолютно злой, и неверный, и лукавый, и хитрый в этом мире. То есть я не держу слова, не исполняю там заповеди, мне все, просто все равно. И ленивый. Ну, ленюсь исполнять заповеди о том, что куда-то ехать, зачем. Я, кстати, вот именно на Трездесе-то случилось, очень неприятный момент, когда один человек сказал, что он заявил себя миссионером, евангелистом, и потом он первый раз поехал на Трездесе в Турцию именно, и мы там видим такую картину о том, что и вдруг у него такое недовольное лицо о том, что в 6 утра разбудили, а он был кандидатом, ему ничего не надо, просто его постучали в дверь, и попросили ему пойти в молитвенную комнату, чтобы там вместе помолиться, послужить проповедников, постаряя проповедники, приезжая со всего мира, и он вышел вот с таком разъяренным лицом, о том, что вы что вообще, меня будите, да, вот в 6 утра. Я просто на него смотрю, говорю, а ты хоть улыбнись, в том плане, что ты на 30, то здесь Бог, он же на тебя смотрит сейчас, а ты сейчас такой разъяренный. И я понял, что в своем сердце, что это не служитель. То есть, если он в качестве кандидата приехал на 30 лет, и он такой разъяренный, то что будет, когда мы его в качестве служителя туда отправим, то ему там делать нечего. Он не собирается служить. Просто вот так. Удобно. Я вот евангелист. Примите меня, носите на руках, кормите меня. И вот я сегодня именно об этом. Вы знаете, Иисус Христос сегодня от нас что-то ожидает. Что значит верность Господу? Верность Господу, это, во-первых, то, о чем я сегодня говорил, есть три критерия. То, что это знать Его голос, знать голос Иисуса. Ну, я уверовал в 91 году. Вот. Это была международная церковь Грейс, благодать. Вот. И через какое-то время мы открыли еще одну церковь. В 93 году. Вот. Несколько постырей, несколько проповедников. И Бог тогда очень начал много крестить Духом Святым. Это были 90-е годы. И просто люди тысячами, сотнями, тысячами приходили к Богу. Например, Церковь Благодать, за несколько лет она построила самую огромную церковь в Казахстане. Церковь на 5000 посадочных мест. 5000 посадочных мест. И по сей день я такой церкви, большой, которая была постоянно наполнена. Люди не могли все найти места, хотя было 5000 посадочных мест. Вот. И по нашей Карагандинской области было более 30 тысяч верующих христиан. И это не простые номинальные христиане, которые просто вот сидят дома и вот просто смотрят телевизор, да, о том, что кто такие, что надо вообще там, что-то хотят от меня. Вот. А это живые, криченные Духом Святым, 30 тысяч человек. И в самой Карагандинской церкви было около более 3000. И они постоянно кого-то приглашали из мощных международных евангелистов. Вот. В 94-м году я был рукоположен на учителя. В 95-м году в международной конгреганции пастырей, евангелистов, пророков, апостолов я был рукоположен на пасторе церкви. Ну, то есть в следующем году у меня будет 30-летие пастырское служение. И вот я могу сказать о том, что вот тогда, когда было мощное пробуждение в Казахстане, и много людей, в том числе я, мы слышали хорошо голос Святого Духа, голос Иисуса Христа, старайся ему быть послушным. И вот я сегодня говорю о том, что три критерия, хотя бы назовут, только три, хотя, конечно, намного больше по Писанию, о том, что это знать голос Иисуса Христа, это слушать, что говорит этот голос, быть ему послушным. Ну, тогда он для себя пастырь. Если ты не слушаешь, он для тебя не пастырь. И ты ему не, никто, не ученик, тем более, да. И просто, и третий критерий, это тщательно исполнять его заповеди. В этом верность, в этом верность нашему Господу Иисусу. Если я это не делаю, то я лукавый и ленивый раб. И последствия, да, вы можете прочитать чуть ниже, они такие, катастрофические. То есть, можно потерпеть крушение в вере. Вот. И я вот сегодня хочу прочитать еще одно место, которое написано в Евангелии от Иоанна 14 главе написано «Если любишь меня, соблюди мои заповеди». Открою место, которое мы все прекрасно знаем, это первое послание к Оримфинам, 11 глава. В том числе и вот эта заповедь. То есть, мы стараемся тщательно исполнять заповеди Иисуса Христа, мы стараемся исполнить Его самое великое поручение о том, что идти до края земли, то, что мы сейчас и делаем. Мы сейчас заходим в Сирию, мы заходим в Бейрут, мы заходим в Турцию, мы пойдем дальше Ирак и другие, Афганистан, другие страны. С Афганистана у нас были миссионеры, долгое время были с нами, это Питер и Бахатгуль, миссионеры с Афганистана. В Евангелии, в первом послании к Оримфинам, 11 главе, 23 стиха, написано так, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Смотрите, апостол Павел пишет, «Я от самого Господа». Апостол Павел, мы знаем, что он лично, он не знал, он не был при жизни Иисуса Христа его учеником, он был гонителем церкви. И когда первого мученика забивали камнями, что сделал бывший Савл? Савл стоял при одеждах тех, которые забивали камнями, кого? Они забивали Стефана и забили его насмерть. А Савл стоял и просто радовался, и вот так, это тот, кто был гонителем церкви, потом стал величайшим из апостолов, по которому Господь, ну, это 70% посланий, да, это они были написаны апостолом Павлом, который раньше был гонителем церкви, но потом стал верным его последователем. И он слышал голос Святого Духа и от самого Господа принял то, что и нам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите и идите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерей сказал, сия чаши, есть новый завет в моей крови. Что это? О чем это я сегодня говорю? Это то, что апостол Павел принял, не зная Иисуса Христа при его жизни, лично он принял, когда Иисус Христос уже был вознесен на небо, и апостол Павел принял помазание, принял кричение Святым Духом, Духом был ослеплен и потом прозрел и потом стал одним из учеников и последовательством Иисуса Христа, принимает это учение, эту заповедь и очень верно следует и ему. То есть, если я стараюсь исполнять его заповеди, то, конечно же, я буду исполнять и заповедь трапезы Господней, о том, что мы периодически приходим к трапезе, мы принимаем участие в трапезе, мы причащаемся, что значит причащаемся? Мы буквально в этом причастии, в этой Евхаристии мы подтверждаем всему духовному миру, что мы являемся частью, частью кого-то, мы кость от кости его, мы плоть от плоти его, в нас течет его кровь. Чья кровь? Кровь Ишуа Машеха, кровь Иисуса Христа, кровь Иса Масиха, которая по всему миру, о том, что у него разные имя, но на самом деле есть только одно имя. Суть этого имени одно, что это имя переводится как спаситель мира, он спаситель, есть только одно имя, которым нам надлежит спасись, и это Иисус Христос. И во всякий раз, когда едите хлеб сие, пьете чашу, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие, пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот и здесь апостол Павел очень четко утверждает, кто пьет и ест недостойно. Это что значит? Я хочу сказать о том, что кто сохраняет верность Иисусу, ему не в чем стыдиться. Как и написано, что да и все живущие не по плоти, а по духу. Им нет никакого суждения. Нет никакого суждения тем, которые живут по духу, а не по плоти. Это апостол Павел пишет послание к римлянам, это уже восьмая глава, первые стихи. Аминь или не аминь? Если я не верен Господу, если я вот в церкви один, в мире другой, и постоянно лукавлю, да и постоянно ленюсь, я думаю, да нет, это же неохота куда-то идти, то мне стыдно, да и потом я прихожу раз в год в церковь, там на причастие попал, и мне стыдно в том плане, что какое я отношение имею вообще к Иисусу, к Его телу, к Его заповедю, да и вообще ничего не сделал вообще для Иисуса, ничего, на самом деле. Просто вот раз в год прихожу там на Пасху, да, но это не ученичество. Слава Богу, что у нас другая церковь. Слава Богу, что здесь не сидят, просто номинальные, которые вот христиане, номинальные, это условно, условно, ну, как бы я вот так, ну, как, ну, наверное, христианин, потому что, ну, вот, там, мои папа и мама ходят тоже там почаще, я вот раз в год прихожу, ну, наверное, все-таки христианин, ну, знаете, есть довольно точная такая поговорка мирская, ну, я могу назвать ее народная, о том, что, ну, назвал себя груздем, порезай в кузов, да, о том, что, если ты христианин, начинай исполнять заповеди его, Христа, потому что христианин слово христос вот если ты христианина западью не исполнять что-то них не называйся христианином если христианин то исполняю в западе в том числе и причастие о том что давайте мы сегодня вот так просто помолимся я бы на самом деле призвал вот к тому что просто начиная себя я все еще считаю что ну просто я не всегда я честно сегодня говорю да пред господом я не всегда берем господа я стараюсь от всего сердца стараюсь господь помоги мне быть верным в том в служениях в западе господне там за вот эти 30 лет я практически единицы на пальцах можно пересчитать что я пропустил собрание по той причине что мы в качестве миссионеров мы были отправлены в болгарию первое время вот так искали там учили язык ну как нас в семинаре научили и мы нашли церковь только вот там не сразу там потом начали дружить постарями знакомиться и потом нашли наше призвание уже здесь открыли церковь и потом опять сын служение миссия библейские школы институты семинария когда академии и в этом я могу сказать что я верен что я и сегодня и являюсь и продолжаю учить и сегодня уже тружусь преподавателем в духовной академии просто спроси сегодня у христа о том что господь верен ли я тебе верен ли я твоему слову знаю ли я твой голос исполняя ли твои заповеди на горную проповедь люблю я сегодня врагов своих которые считают меня своим врагом до молюсь ли я за обижающих меня благословляю ли тех которые меня когда-то прокляли да и так далее и тому подобное эти заповеди они очень серьезные именно они делают меня написано блаженно исполняющие они слушающие только о том что послушал и забыл да ну опять же блажен и исполняющие блажен ты в действовании своем еще одно место поэтому просто проверьте свое сердце сегодня у нас сегодня причастие я хотел бы пастыре и пастыря андрея и пасты романа попросить занять свои места да и хотел попросить сегодня также подняться тех кто считает себя но многие все еще ответы не уверены на привет да и а да и ну